друзья привет это проект мой публичный портфель на канале вселенная beautiful world меня зовут евгений и сегодня 27 ноября суббота мы подводим итоги очередной торговой недели на фондовом рынке поехали итак начинаем обзор моего портфеля как вы по предыдущей серии наверное можете видеть то что мы немножко скатились вниз во первых мы минусуем почти на три с половиной процента это 15 тысяч двести пятьдесят два рубля а вторая причина того что мы опустились так низко заключается в том что я вывел небольшую сумму денег из не нужно было там тысячи две я поменял евро на рубли и стала выводить из меня удержали ндфл в размере три тысячи пятьсот тридцать девять рублей поэтому я не смог вывести эту сумму я опять продал евро и опять вывел ту сумму которую мне нужно из меня списали еще ндфл в размере триста двадцать пять рублей в общем для того чтобы мне вывести две тысячи рублей мне понадобилось заплатить налога в размере ну почти четыре тысячи до хороший налог однако но на ланом в общем не выходя уже отсюда начинаем идти дальше что у меня изменилось в портфеле я продал полностью позицию по евро вышел я в рубли и вчера как я и предполагал татнефть все-таки пошла вниз но я не предполагал что она сходит так далеко поэтому я поставил заявку на 470 но мы увидели то что татнефть все-таки опускалась еще не ниже 460 она практически показала 461 рубль тридцать копеек это минимальное значение торгового дня в пятницу вот в общем я увеличил позицию по татнефти теперь у меня в портфеле 801 бумага татнефть обыкновенная на 37 тысяч триста шестьдесят пять рублей и минусуем мы практически на 5 процентов минус тысячу восемьсот восемьдесят четыре рубля но что-то здесь рассказывать бесполезно все идет вниз пятница у нас оказалась кровавая и не зря я одел эту майку медведи у нас преобладают но мы не шортим мы покупаем только бумаги в лонг и так все в минусе bristol mars минусе поле металл топчется на месте вырезан тоже ушел в минус но хотя не очень сильно western union минус xerox тоже из плюсов ушел опять минус и на ломка уже минусует более трех процентов четыре практически процента русалом единственное кто у меня остается в плюсе этот все равно падает 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 и хорошо падает но снижение показывает но я думаю от 1100 все-таки будет рост потому что кушать мы будем всегда так нефть в минусе и плюсует доллар доллар аж 75 рублей уже с половиной за один американский доллар и так что же послужило причиной того что все наши рынки окрасились в красный цвет ну кстати не все бумаги так серьезно падают оставляет хорошую динамику показывает технологический сектор все остальное конечно падает а причиной тому послужил именно новости о том что обнаружен новый штамм коронавируса который к нам уже пришел из южной африки но нас немножко подуспокоили допустим мерки пфайзер которые заявили что им понадобится около двух недель для того чтобы провести все необходимые исследования и внести изменения в свою вакцину с учетом нового штама коронавирус стоит лишь сейчас паниковать и продавать все активы я думаю не стоит но и не стоит рассчитывать на то что рынок отрастет допустим как в марте 2020 года когда он хорошенько просел и потом мы пошли в рост нет я думаю такого уже не будет хотя кто может точно утверждать по сути стимулов уже у правительств таких нет как были в марте 2020 года тогда была достаточно низкая инфляция и не то что сейчас единственный способ который я вижу в спасении допустим своего портфеля своих активов это оставаться в тех активов которых сейчас нахожусь я я нахожусь именно скажем так ну я не скажу что это прям защитные активы у меня там сверх хороший портфель нет я за нахожусь в дивидендах во первых бумагах поэтому если мы пойдем вниз то мне не столь страшны долгое сидение в акциях поэтому мы будем получать те же хотя бы дивиденды которые будут платить и в то же время у меня большая сумма находится поле металле я думаю с кризисом золото пойдет все-таки вверх золото серебро и за счет того же поле металла мы немножко выберемся и из минуса также у меня металлургия и нефтянка то есть как бы по секторам здесь я допустим защищен что касается американского рынка то у меня в принципе тоже должно быть все в порядке у меня один актив это телекоммуникация второй это здравоохранение ну точнее брейбристый майерс я держу акции xerox и western union их там не очень много поэтому я их как бы в расчет такой и не беру вот стоит ли сейчас заходить я думаю не стоит я бы сейчас бы активы каких-то других компаний не тех которые у меня допустим в портфеле я бы не покупал пока бы посидел подождал бы взял небольшую передышку все-таки я думаю что на следующей неделе мы все равно увидим еще снижение котировок вниз и здесь главное не начать ловить вот эти падающие ножи которые могут порезать ваш депозит ваш портфель поэтому если все-таки вы находитесь в бумагах то не стоит отдаваться панике и продавать все что у вас есть лишь бы закрыть и потом купить подешевле для того чтобы он отрастет и вы получите и вы закройте и тот же убыток и получите еще новый профит я это очень рискованно я бы вам не советовал такого делать нефть уже торгуется ниже 70 долларов за баррель это тоже сказывается и на ухудшение во-первых нашей валюты рубль падает но за счет того растет все-таки доллар поэтому опять здесь либо мой портфель вылезет за счет роста валюты потому что у меня портфель состоит из 60 процентов у меня доллар 40 процентов у меня рублевые активы поэтому курс валюты для меня допустим важен да я вижу рост за счет именно роста доллара нефть конечно может повлиять на котировки нефти добывающих компаний тоже тот нефть который у меня я конечно предполагаю что она может сходить и на 400 рублей но я бы конечно не хотел бы этого но если она пойдет на 400 то я буду покупать ее и покупать поэтому любую просадку я буду стараться выкупать если конечно у меня будет свободный кэш который я смогу привлечь со стороны то да я буду докупать если у меня не будет свободного кэша я буду оставаться в тех бумагах которые в данный момент у меня находится в портфеле друзья на этом все спасибо что смотрели это видео до конца внизу и ссылка на открытие брокерского счета оставляйте комментарии ставьте лайки делитесь своими мыслями о том стоит ли сейчас что-то покупать насколько долго продлится это падение и какие бумаги бы вы хотели бы вложиться для того чтобы сохранить свой допустим капитал оставлять это все в комментарии давайте уже поговорим выходите на обратную связь те кто меня смотрит чтобы я понимал вам могу ли я вам чем-нибудь помочь и полезно ли мои видео потому что я с ней стараюсь показывать именно свой портфель то что я покупаю я продаю я не даю вам каких-то торговых рекомендаций я просто показываю свой реальный счет свои реальные деньги на которые я и торгую ну что спасибо за просмотр до новых встреч на проекте мой публичный портфель всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! посмотрите! спасибо за просмотр! Я посмотрю! au